Ну а в Первоуральске на сцене местного ДК сегодня прошли гастроли еще одной московской труппы. Но главную роль в спектакле Ромео и Джульетта сыграли полторы тонны местного трубопроката. Екатерине Деменчук удалось побывать на, в буквальном смысле, нашумевшей постановке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это просто различного размера трубы, различного сочетания диаметра, толщины стенки, длины, которые просто развешаны определенным образом, таким образом, чтобы они звучали. Звучат, впрочем, со сцены не только трубы. Для спектакля Ромео и Джульетта собрали 18 шумовых машин. Так рождается шелест листвы или шум ветра. А за всех героев шекспировской трагедии на сцене отдувается одна актриса. Но и она произносит текст так, чтобы и он стал частью музыкального произведения. Из лавок паука, в колесах спицы, коленны вверх, из крыльев зрачи. Перформанс придумывали специально для Первоуральска. Авторы признаются, здесь форма преобладает над содержанием. Творят они не только на сцене. На входе в ДК зрители встречают необычные скульптуры. Впрочем, присмотревшись в них, тоже можно угадать продукцию местного завода. Так современное искусство позволяет увидеть обычные вещи под новым углом. Конечно, это такая постановка, которая совершенно сносит голову не только в Первоуральске. Я думаю, что ее непросто было бы смотреть в любом месте. Но нам кажется, что это важно, когда мы людей погружаем в другое, то, что они никогда раньше с этим не сталкивались. Правда, понять современное искусство оказалось не всем под силу. Многие зрители ушли с шумной премьеры еще на середине. К такой реакции авторы готовы. Главное, чтобы действие никого не оставило равнодушным. Сегодняшний спектакль стал последним. Гранд-перкуссию разберут и отправят обратно на завод. Полторы тонны трубопроката, если не в искусстве, то в хозяйстве еще могут пригодиться. Екатерина Деменчук, Новости 41 канала.